Приветствую вас. Я вам рекомендую сделать следующее. Во-первых, смотрите, какая вещь. Вы себя подавляете. Да? То есть вы... У вас одновременно две негативных силы наблюдаются. Первое – это запрет себе на удовольствие. То есть не позволение себе получать удовольствие вообще. Непозволение себе может быть, ну вот, как вы говорите, быть с девушками и так далее. То есть как бы по факту получается так, что вы себя постоянно что-то запрещаете. И здесь только в том, чтобы понять вообще вот кто, кто запрещает. Какой голос звучит у вас в голове в этот момент. Это первое. Это первое. Ага, значит... Второе. Второе. Это то, что вы запрещаете себя чувствовать. А вот. То есть... Вы не принимаете своих чувств, не принимаете себя. А вот. И, соответственно, не можете принять чувства других. Потому что не принимаете других. Опять же, не принимаете себя вы. А... А... Почему? Потому что что-то отрицаете в себе. Вот. А любое отрицание чего-то в себе ведет к обесцениванию себя. Вот. Опять же, обесценивание себя делает вас недостойным отношений. Ну, вот так вот, если взять просто как бы плечо немного, да. Вот. Вот. И это же все появилось не просто так, скорее всего. Это же все началось у вас не вчера, а вы еще в школе, как вы говорите, боялись не понравиться девушкам. Вот. Ну и, соответственно, если вы в школе боялись не понравиться девушкам, значит, в отношениях с папой и мамой у вас были какие-то проблемы. И отсюда, в итоге, происходит то, что происходит. То есть, разбираться нужно именно с этим. Два первых. Ну, то есть, негативные сценарии, родительские, скорее всего. Вот. Вот. И, соответственно, обесценивание себя у вас здесь имеет место быть. Это первое. Второе. 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 Это проработка мужской модели поведения вашей. То есть, какой вы мужчина, какие мужские качества вы, как бы, ну, признаете, цените, любите, уважаете, считаете их, там, я не знаю, достойными и так далее. Да? Вот. Это тоже очень важный момент, если мы с вами говорим именно вот о отношениях с девушками. Далее страх. Страх тоже нужно, в общем-то, анализировать, потому что страх редко появляется сам по себе. Очень редко. Практически никогда. Никогда страх не появляется сам по себе. Скорее всего, у него есть причина. Вот. Так вы рационализируете некие происшествия, которые в вашей жизни были. Ну, негативные происшествия. Конечно, сложно сказать сейчас, какие именно, но вряд ли всего эти происшествия были. Некие обиды, предательства, разожирования и так далее. Вот. И все это с вами, все это у вас, все это непосредственно имеет отношение именно к вам, к вашей жизни. Вот. И вам это все нужно обязательно проанализировать, проработать, осознать, сделать выводы и уже скорректировать свое поведение, исходя из вот новых каких-то моментов, новых знаний и пониманий. Ну вот. Ну, то, что запрет, который вы чувствуете, запрет себе на удовольствия какие-то, это совершенно однозначно внутренние родители. Которые вам запрещают, подавляют вам. Вот. Нужно разбираться с внутренним родителем, чего он хочет, что вообще ему нужно, вот, что для него важно, что для него ценно, вот, и что ему нужно от вас. Вот. Пусть вам не кажется странной такая постановка вопросов. Вот. Далее. Далее у вас неуверенность в себе, значит, которая связана, как это видится мне, с отсутствием уверенности в себе. То есть вы как бы, как бы боитесь этого вот общественного мнения, знаете, что вот вам придется, значит, рассказывать, вам придется объяснять, да, своим родным, что почему вы такой поздний и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И все это определенные тоже негативные установки ваши. И эти негативные установки, они тоже вам, как это не парадоксально, да, они тоже вам мешают, эти установки. Потому что вы не чувствуете себя свободным из-за них. Вот. Соответственно, почему, а, почему вы обращаете внимание на общественное мнение? Вопрос. Потому что оно вам важно. А почему оно вам важно? Общественное мнение. Почему вам важно? А потому что своего-то мнения, своей-то позиции как таковой у вас либо нет, либо она, эта позиция тяжело дается вам. Вот. И есть проблемы, связанные с ней, с своей позицией. Вот нужно, опять же, анализировать, в чем именно вы не уверены, где вы сняетесь, да, где вы, где вы отдаете предпочтение, например, не своим желаниям, а, допустим, допустим, а, ну, с точки зрения, мнению других и почему, вот, и привыкать, приучаться, прислушиваться к себе. Вот, прислушиваться к себе, доверять себе, себе и смотреть на те блоки, которые вам, ну, не позволяют этого делать, да, не позволяют доверять себе, не позволяют сказать, как бы, самому себе, что вот, а, я решил так и все. Я, как бы, прав для себя. Вот. То есть необходимо правильно проанализировать и идентифицировать ваши потребности. Ну, например, например, ага, например, вы прислушиваетесь ко мнению других людей, да, вот. Почему? Что вам это дает? Вот, когда все так, как хотят они, как вы себя чувствуете в этом моменте? Например. 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 Вы чувствуете себя в безопасности. Например. Например. Например, вам хорошо в этот момент. Да? Допустим. Допустим, вам хорошо. Хорошо. Но для того, чтобы пребывать в этом состоянии снова и снова, вам нужно, вам нужно снова и снова соответствовать мнению других людей. Не своему мнению. И получается, что вы зависимы. Ну, потому что, вам нужно снова и снова что-то делать для того, чтобы, как бы, обеспечить себя тем, что вам нужно. И получается, что, как наркотик получается. И, да, в текущем состоянии вы вряд ли сможете выстраивать отношения с женщинами, потому что вы их слишком не уверены в себе. И женщина вам, по сути дела, да, она подойдет какая? Вот какая женщина вам подойдет, да? Так, кто вас будет тянуть. Так, кто вас будет дотягивать до своего уровня. Вот. Ну, опять же, опять же, хорошо, если такую женщину встретите, а молите и не встретите. Вот. И надеяться на это, ну, было бы довольно опрометчиво. Вот. Значит, значит, ну, надо становиться независимым, независимым. Да? Ну, вот. Дальше. Значит, когда уверенность, уверенность в себе, негативные родительские сценарии, все вот это вот будет осознанно. Я не говорю убранно, потому что сценарии нам нужны. Они просто, вы будете их слышать, будете их осознавать, будете их чувствовать. Вот. И будете, как бы, ну, может быть, даже использовать себе во благо, да? После этого взаимодействие с женщинами тоже никто не отменял. Ну, вы всему этому научитесь, все это будете делать, но с женщинами все равно вы, как бы, вам, ну, вам здесь тяжело будет все равно взаимодействовать с женщинами. Потому что опыт нужен. И здесь уже на ваш выбор. То есть, либо вы, значит, самостоятельно ищете возможность для того, чтобы просто пообщаться с женщинами, да, то есть просто пообщаться с ними как с людьми. Не надо воспринимать их сразу, знаете, как ваших партнеров для отношений. Это вот неправильно. Если хочется секса, то можно, там, обратиться к профильным специалистам, да, то есть девочки легкого поведения вам помогут, чтобы сбросить напряжение. Вот. 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 Но это необходимо, это не просто блажь какая-то. Понимаете? Вот. Это не блажь, это необходимость для вас, чтобы вы могли адекватно себя вести по отношению к женщинам, да? Чтобы вы не вели себя, как, вот, вы говорите, маньяк, да, вот, чтобы не было такого. Ну, вот. Чтобы могли, как бы, спокойно, адекватно взаимодействовать с женщинами. Вот. Либо, либо вы как-то находите время, находите возможность, находите силы для того, чтобы поработать уже с психологом женщиной, для того, чтобы вместе с ней научиться общаться с женщинами. Потому что, ну, именно женщины, они лучше всего научат с ними общаться. Лучше будет это быть психолог. Вот. Психолог вам поможет. Именно в этом направлении, именно в этом аспекте, да? Вот. Ну, или с мужчиной, то есть, тут, в принципе, разница, разница не особо. То есть, как вам удобнее, по большому счету. Вот. Я просто говорю о том, как это могло бы быть наиболее полезным для вас. Опять же. Да? Вот. Значит. Значит, вот так, я думаю, можно вам ответить. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 73s.